Артур, поздравляем с победой и с твоим очередным гол плюс пас. Как считаешь, когда вот сейчас эмоции чуть поутихли, это была важная победа на данном этапе? Спасибо за поздравления. Конечно, это одна из важных игр в первом круге. Я так считаю, прямой конкурент и хорошая команда, и было интересно играть. И, в принципе, очень рады, что победили и сохранили первое место. Ты большую часть матча провел в полузащите. И почему, на твой взгляд, сразу не удалось захватить инициативу? Все-таки первые минут 20-25 было большее преимущество за Арсеналом. Ну, поле было вязкое. Чуть привыкали, пока первые минут 15-20. И соперник начал нагнетать, пару моментов было. Но потом мы более-менее привыкли, уже отодвинули игру от своих ворот и начали создавать моменты у ворот противника. А во втором тайме уже, наоборот, наша команда была более увереннее и вела игру. Как ты считаешь, что поменялось? В принципе, ничего не поменялось. Также играли в свою игру, отталкивались только от себя. И, повторюсь, уже привыкли к полю. Начали уже нагнетать, создавать моменты. И получилось забить второй гол. Вот вы в этом матче с Колей и Георгобиани обменялись голевыми передачами друг к другу. Ну, соответственно, и забили пасов друг друга. Как считаешь, можно сказать, что такая налаживается грозная связка? Не знаю. В следующих матчах посмотрим. Кстати, следующий матч у нас получается против Хабаровского СКА. Как считаешь, как может этот матч сложиться для нас? Сейчас главное нам восстановиться, вернуться домой. И там уже будем готовиться к Хабаровску. Но у нас, кроме результата, как победа, больше мы ничего и не ждем. Ну, сезон, можно сказать, относительно недавно только стартовал. А у тебя уже по системе гол плюс пас 6 плюс 8. В чем секрет, как думаешь? В работе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok